Здравствуйте, уважаемые шашисты! Сегодня мы с вами рассмотрим еще один необычный удар в русских шашках под названием «Турецкий удар». У многих людей слово «турецкий» ассоциируется с чем-то восточным, экзотическим. На самом деле это просто удар, но тем не менее он основан на двух правилах в русских шашках. То есть нельзя несколько раз перепрыгивать через одну и ту же шашку, которую вы уже побили, то есть во время совершения ударного хода или взятия. И нельзя снимать шашки поочередно, то есть шашки снимаются только после совершения ударного хода или взятия. Ну давайте посмотрим это подробнее за доской. Первая комбинация талантливого мастера, маэстро Свизинского, белорусского мастера. Ну она изображена на книге Григория Хацкевича «25 уроков шашечной игры». Многим она знакома. Ну, хочется провести комбинацию. Во-первых, какие есть мотивы для проведения комбинации? Это так называемая решетчатость, видите, сколько решета, ослабленные дамочные поля. Вот это два мотива для проведения комбинации. Ну, вроде бы кажется, что надо отдавать вот так шашки. Дамка. Ну и черные будут обязаны побить следующим ходом шашку Е5 белых. То есть, создается еще так называемый роздых. И белые делают тихий ход. Черные бьют. Белые также бьют. Шашка превращается в дамку. Ну и тут, видите, друзья, тут получается ничейное окончание. Конечно, тут не выиграть. Поэтому это так называемый ложный след. На самом деле, белые побеждают как раз за счет проведения вот этого турецкого удара. То есть, белые неожиданно ходят СД6. Черные вынуждены бить. Шашка черных превращается в дамку. И заканчивает бой на поле Ф4. То есть, видите, друзья, вот эти шашки уже, по идее, побитые. Но они снимаются только после совершения удара. То есть, эту шашку черные не могут бить. Поэтому удар черных заканчивается вот таким образом. И теперь белые делают тихий ход. Вот черные вынуждены бить. И белые совершают свой финальный удар. Шашка превращается в дамку. И затем бьет дамку соперника. Очень красивая и эффектная комбинация. Следующая комбинация. Решение ее форсированное, так скажем. Можете поставить видео на паузу. Попытаться найти решение. Белые начинают комбинацию тихим ходом. СД4. Грозят выиграть шашку. Поэтому черные вынуждены отойти. Теперь белые играют ДЦ3. Новая угроза. То есть, белые грозят сыграть СБ4. И побить 4 шашки черных с выигрышем. Поэтому черные вынуждены идти дальше. Теперь белые играют СБ4. Грозят выиграть шашку Б2 черных. Черные ставят дамку. И теперь белые играют АБ2. В эту сторону бить нельзя. Потому что белые выиграют. Поэтому черные бьют в эту сторону. Но белые все равно побеждают. То есть, за счет как раз проведения турецкого удара. Черные бьют 3 шашки. И вот эта шашка, видите, ее нельзя снять. То есть, шашки снимаются только после совершения удара. И после того, как черные бьют, уже белые проводят свой финальный удар. Шашка превращается в дамку. И здесь мы легко побеждаем. Вот такая красивая комбинация. Следующая комбинация вроде бы кажется тоже непонятной для неискушенных игроков. Но, тем не менее, опытные игроки сразу же находят мотивы для проведения комбинации. Под названием турецкий удар. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти решение. Белые играют СБ4. То есть, что они хотят? Они хотят связать шашки черных. И положение черных станет проигранным. Поэтому, черные вынуждены играть БА5. Ну и белые проводят всем нам уже знакомый турецкий удар. Черные бьют. Шашка превращается в дамку. И завершает свой удар. Затем только после удара снимаются шашки. Теперь белые бьют дамку. Черные также вынуждены бить. И белые проводят свой финальный удар. Ну и, как видите, эти шашки обрезаны дамкой. А эта шашка обрезана вот этой шашкой. Белые легко побеждают. Ну и напоследок, друзья, приведу две шашечные партии, закончившиеся турецким ударом. То есть, один из зрителей высказал мне претензию или пожелание. Не знаю, как сказать точнее. Что у меня якобы не показываются начальные положения, из которых могут возникнуть комбинации. Ну, давайте покажу. Дебют тычок. СД4, ФЖ5. Белые ставят так называемый тычок. Черные играют Ж4. Белые играют БЦ3. Развивают свой сильный левый фланг. Черные также развивают свой сильный фланг. АБ2, ФЖ5. ЦБ4. Да, лучше именно на Б4 уходить. Более точный план. Центр уже опасно играть. Черные развивают отсталую шашку АЖ7. И белые делают ход БЦ3. То есть, БА3 уже пассивно играть. БЦ3 более такой активный ход. Черные нападают СБ6. Белые закрываются. Ну, как видите, БА5 нельзя. Нельзя играть из-за простого ДЕ3 и ЕФ4. И белые оказываются в дамках. То есть, легко побеждают. Поэтому черные играют ДЦ7. Теперь белые делают необычный ход. ДЦ3. То есть, обычная игра ДЕ3. Допустим, ЖФ6. Ну, БА5 опять нельзя. Из-за того же удара, который мы выиграли. Видели ДЕ5. Допустим... Не, можно даже в эту сторону. ЕФ6 и ДЕ3. Ну, и белые красиво снимают 5 шашек соперника и выигрывают. Такие ходы невозможны. Поэтому приходится играть ЖФ6. Ну, и далее БА5. ЕД6. Черные меняются назад. Ну, и, в принципе, позиция равная. Даже, наверное, у черных поприятнее. Потому что белым куда-то надо ходить. Но, в этой позиции, после хода ДЦ3, уже игра немножко по-другому протекает. Черные сыграли БА5. Теперь такой ход возможен. И белые играют ЕД2. Теперь черные играют СД6. А белые играют СБ2. Белые поставили красивую ловушку, в которую черные и попались. Ну, следовало играть ЖФ6. БА3. ДЕ5. ДЕ3. Ну, вынуждена черная играют ЖФ4. Вроде бы кажется, что они побеждают. Но, на самом деле, белые играют СД6. Ну, и как бы черные не били. То есть, в эту сторону бьют. Мы сюда побьем. Если в эту сторону бьют, мы бьем сюда, 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 сюда. Тут еще даже проиграть можно за черных. Поэтому, лучше в другую сторону было бить. То есть, в принципе, белые предусмотрели, как делать ничью в этом положении. Но, черные решили связать окончательно левый фланг белых и победить. И попались в красивую ловушку. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют СБ6 неожиданно. Ну, и как бы черные не били, их шашка, вернее, дамка останавливается на поле С5. То есть, можно бить таким образом, можно бить таким образом. Но, видите, шашка, вернее, дамка уже черных два раза не может перескакивать через одну и ту же шашку белых. Поэтому дамка останавливается именно на поле С5. Затем белые играют ЖФ4. И за гребущими руками, как говорит Евгений Грессмессер, Евгений Кондраченко, снимают шашки черных с победой. Очень красивая комбинация. Ну, и последняя комбинация на сегодня. Дебют. И взятая с дебюта косяк. СБ4, ФЖ5, ЖФ4, ЖФ6. БЦ3. Ну, и если бы черные сыграли БЦ5, то есть, видите, создается вот такое построение шашек белых и черных. Напоминает чем-то оконную раму или дверной косяк. Поэтому и название дебюта косяк. Но черные играют здесь ЖФ4. Белые отвечают БА5. Черные играют ФЖ5. СД4. Ну, так тоже играют, в принципе. АЖ7. Ну, и здесь белые делают хороший ход ДЕ5. То есть, вроде бы кажется, надо размениваться как-то. Но белые играют ДЕ5. И черные проигрывают. То есть, они играют БЦ5. Этот ход проигрывает. Надо было нападать ЕФ6. Ну, и после размена позиция упростится. А вот ход БЦ5 уже проигрывает. Как раз таки из-за турецкого удара в конце. АБ2. ЕФ6. Ну, на шашку надо нападать. ДЦ3. Поменялись. Далее. ФЕ7. ЦД2. ЕФ6. Черные снова нападают на эту шашку, которая у них тут стоит, как кость в горле. Белые ее защищают. Далее. ДЕ7. И ЕД2. Но обратите внимание, что нападать бессмысленно. Белые просто закроются опять. Ну, и у черных раньше закончатся ходы. То есть, черные проиграют. Поэтому нападать в этой позиции бессмысленно. Поэтому черные решили отдать шашку ходом ЦД4. Белые бьют назад. И черные играют ЕФ6. Теперь как играть белым. Белые играют АЖ3. То есть, закрываются на своем фланге. И черные играют ФЕ5. Ну, ход АБ6 тоже красиво проигрывают из-за неожиданного ФЕ5. Ну, в эту сторону бить бесполезно. Приходится бить в эту сторону. И белые красиво выигрывают ходом ЦД4. Как видите, у черных шашка лишняя. Но ходить некуда. Очень красиво. Поэтому приходится играть ФЕ5. И белые играют неожиданно АБ4. Ну, вроде бы кажется, что в этой позиции, что ничего особенного у белых нет. Но на самом деле они выигрывают. То есть, ход ЖФ6 невозможен из-за простого БЦ5. БЦ5 побили, побили, побили. Ну, и просто напали. То есть, тут шашка у белых лишняя будет. Черные же пожертвовали шашку. Поэтому ход ЖФ6 невозможен. Поэтому остается только АБ6 единственный. Ну, и опять знакомая вам комбинация турецкий удар. Белые неожиданно играют ЕД4. Ну, и как бы черные, по какой бы траектории они не били, либо по такой, либо по такой, все равно их дамка будет следующим ходом уничтожена. Ударом белых. Ну, и белые легко побеждают. Друзья, сегодня мы с вами рассмотрели коварный турецкий удар. Этот удар довольно-таки редкий, но, тем не менее, встречается в партиях сильнейших мастеров и гроссмейстеров. То есть, видите, я вам показал две практические партии, в которых он встретился. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, подпишитесь на канал и поделитесь этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания.